В Подмосковье вот уже месяц продолжается устойчивый рост заболеваемости COVID-19. За сутки свыше 2600 случаев. Болеют люди во всех возрастных группах. Медучреждения работают на пределе своих возможностей. Для того, чтобы как-то остановить рост заболевших, губернатор Андрей Воробьёв подписал постановление, суть которого сводится к введению нерабочих дней на период с 28 октября по 7 ноября. Как будет обеспечиваться режим, обсудили на совещании в администрации округа. Приостанавливается доступ к посетителям и работникам здания, строения, сооружения. На территории, в которых осуществляется реализация товаров, выполнение работы, оказание услуг, в том числе рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары. Исключения сделаны для продуктовых магазинов и аптек, салонов оптики, медтехники, в том числе размещенных в торговых центрах. В нерабочие дни они будут открыты, как и пункты выдачи товаров, приобретенных через интернет. Сельхозрынкам и ярмаркам, где реализуются продукты питания и товары первой необходимости, должны приостановить деятельность к 1 ноября. Не будут закрываться пункты шиномонтажа и автосервисы, специализированные магазины с детским питанием, зоомагазины, ветклиники и киоски из печатной продукции. С такими рекомендациями выступил Минсельхоз. На совещании обсудили работу группы, которая будет контролировать соблюдение организациями режима ограничений. Также создана у нас уже рабочая группа по приедам мероприятий, совместно с полицией, совместно с технообзором, совместно с партнерами и нашей территориальной безопасности. Ограничения пока не распространяются на посещении парков, детских площадок и других мест на свежем воздухе. Но и здесь нужно избегать скопления людей. Нерабочие дни – это не повод для встреч, а шанс остановить пандемию. Михаил Налётов, Александр Оржевский, Щёлковское телевидение.